МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика с главными событиями пятницы. Вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Давние партнеры. Делегация Пензенской области изучает экономический потенциал Чувашии. Повесть о настоящем человеке. В Ибресенском районе республики отмечают столетие со дня рождения легендарного летчика Алексея Моресьева. Сквердашколят. Воспитанники детских садов Чебоксар благоустраивают город. Партнеры давние, планы новые. В Чувашии несколько дней находилась делегация Пензенской области. Какие проекты будут реализованы в ближайшее время, гости обсудили сегодня на рабочей встрече с главой республики. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Только за прошедшую неделю в Чувашию приезжает вторая по счету делегация Приволжского региона. И вновь с целью перенять опыт. Гости из Пенза признаются, что прежде всего их интересует, как в республике реализуются инвестиционные проекты. За два дня они успели познакомиться с работой крупных заводов. По нашим традициям, среди Волжья, раньше Ассоциация Большая и Волга была, все же такие наладились они. Даже без понуждения, можем сказать, без принуждения всегда проявляли инициативу. Та или иная сторона, или сторона Чувашской республики, или сторона Пензенской области, ездили друг друга для обмена опыта. Я сам в прошлом году побывал, посмотрел, как вы сейчас развиваетесь. Вообще огромные, такие мощные проекты и в строительной индустрии, и по квадратным метрам уже обогнали нас. Так могу сказать честно, признаться, обогнали, да. В сельском хозяйстве хорошие, мощные, потом технопарки я посмотрел. И вот обмен как раз дает возможность минимизировать эти ошибки при принятии управленческих решений. В соглашении о сотрудничестве между правительством области и Чувашским кабинетом министров было подписано два года назад. За это время товарооборот обоих регионов увеличился. Сейчас республика поставляет в Пензу продукты, бумагу, трикотаж и строительные материалы. Дальше вот мы когда в общении стали сравнивать некоторые параметры, понимаете, вот разница между нами, основные экономические параметры нашей региона и вашей республики в пределах 5%. Больше. Одинаковые? Одинаковые. И мы просто едем, обсуждаем цифры, спрашиваем, я поражаюсь. И Николай Сергеевич тоже. По населению разница 100 тысяч примерно всего-то. По районам, по количеству районов, где-то тоже 3-4 района разница. И вот по остальным параметрам перебираем, прям как под зеркалью. Представители Пензенской области намерены подписать контракты с заводами по производству клинкерной плитки и кирпичей. Я думаю, что мы целенаправленно покажем этот кирпич там и облицовочный, и блочный. В общем, полностью можно и стены делать основные, и вспомогательные. А из Пензо в Чувашию в ближайшие годы могут быть налажены поставки передвижных комплексов для заправки газа. Летом на одном из областных заводов планируют выпустить первые образцы. Для того, чтобы в сельском хозяйстве вот эта тема прозвалась, нужен мини-экнез, который можно поставить в любом дворе. Или передвижные, да? Да, или передвижные, или мини в каждом дворе поставил к трубе, причем обыкновенно среднего давления, подсоединился и наночитавшую заправку. И вот такой агрегат, благодаря инициативе и совместным усилиям с одной из пензенских предприятий, мы в июне опытный образец планируем получить. В перспективе стороны намерены реализовать и целый ряд инвестиционных проектов. Пензо и Чувашия продолжат развивать и культурные связи. На встрече глава республики Михаил Игнатьев и премьер-министр Николай Симонов договорились об участии народных коллективов области на ежегодном фестивале «Родники России». Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава республики подписал указ о награждении министра образования и молодежной политики медали ордена за заслуги перед Чувашией. Михаил Игнатьев отметил, что за время его работы на посту министра в отрасли образования произошли позитивные перемены. По оценке федерального ведомства Чувашия вошла в число лучших регионов. За последние годы в республике было открыто большое количество новых детских садов. Сейчас республика начала реализовывать программу по строительству школ. Региону уже удалось привлечь из федерального бюджета порядка 1 миллиарда рублей. В Министерстве образования страны оценили проект реконструкции спортивных залах в учебных заведениях. И 28 спортивных залах в этом году задача поставлена. И в итоге за три года будет ровно 100 спортзалов, о чем мы ставили задачу перед нами. Очень важно ощущать эту поддержку со стороны Министерства образования Российской Федерации. И это подтверждается о том, что вы сейчас только что сказали, денежным выражением. Чувашская республика получает солидную сумму и она достаточно растет с года в год от года. Сегодня же приказом министра образования России Владимир Иванов назначен исполняющим обязанности ректора Чувашского государственного педагогического университета. Возглавлять вуз приставкой ИО Владимир Иванов будет вплоть до выборов ректора. Глава республики отметил, что на него возложены задачи по улучшению эффективности деятельности педагогического университета. В то же время он продолжит курировать вопросы образования в правительстве республики. Михаил Игнатьев назначил Владимира Иванова советником главы республики на общественных началов. Исполняющим обязанности министра образования и молодежной политики сегодня же распоряжением главы была назначена первый заместитель ведомства Светлана Петрова. Я вас хочу уточнить, готовы ли на определенный период времени вот эти функции выполнять надлежащим образом. Обязуюсь честно слушать на определенный период. В министерстве образования сформировалась очень достойная команда и во главе этой команды первый заместитель министра образования Чувашьей Республики Светлана Владимировна Петрова. Я очень благодарен ей за то, что она мне здорово помогла, когда я был министром. И я очень рассчитываю, что она не подведет вас. В Ибресинском районе 2016 год объявлен годом Алексея Моресева. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Во время Великой Отечественной войны он в Ибресях находилась летная школа. Недалеко от поселка располагался аэродром летной школы. Именно здесь легендарный летчик Алексей Моресев после ампутации обеих ног вновь сел за штурвал самолета. Наша съемочная группа сегодня побывала в Ибресинском районе, где начались торжества по случаю юбилея легендарного героя Великой Отечественной войны. Символично, что гостей ибресинцы принимали в этнографическом музее. Здесь в годы войны располагался штаб авиашколы, куда прибыл курсант-летчик Моресев для ввода в строй после сложнейшей операции и прохождения восстановительного лечения. Время неумолимо. Все меньше остается людей, кому удалось не просто увидеть и поговорить с героем, но и долгое время поддерживать с ним отношения. Я, будучи секретарем обкома комсомола, еще не знала, что ибресинг была летная школа. Оказывается, она была засекречена. В 1966 году еще об этом не говорилось. По крайней мере, я не знала. Я нелепо задала вопрос, как? Он говорит, без ног я уже учился летать в ибресинской летной школе. После того, как моя подруга Зинаида Григорьевна рассказала о своей встрече о Моресеве, меня, конечно, это очень сильно заволновало. Я рассказала своим ребятам, и мы решили выйти на свет настоящего человека. Но мы не знаем, где живет Моресев. Работает ли? Или просто он пенсионер? Мы взяли конверт и написали «Москва! Герои Советского Союза Алексея Петровича Моресеву». Подумали, может быть, Москва-то разыщет нашего героя. И очень вскоре от Моресева получили письмо. Далее, как говорят в авиации, маршрут пролегал к памятнику погибшим летчикам авиашколы и к месту расположения аэродрома, где Алексей Моресев впервые взлетел после тяжелейшего ранения. Мемориальная доска с изображением самолета, на котором он восстанавливал свое летное мастерство. Стелла в честь прославленного летчика. Мемориальная доска на здании нынешней школы, где жил курсант Моресев. Все это теперь памятные места в поселке. Сегодняшнее событие не стало рядовым ни для кого из юных и бресенцев, так как о подвиге героя они слышали от своих родителей с малых лет. Моресев, на мой взгляд, был человеком мужественным и храбрым. То есть он именно здесь, на этой земле, в этом поселке возродился заново. Я действительно безмерно горжусь тем, что я родилась здесь, что я живу здесь. Потому что пусть это небольшой поселок, но в этом поселке небольшом в каждой частичке хранится эта память, этот подвиг, этот героизм, который окрыляет, воодушевляет людей. На аллее в честь прославленного летчика теперь будет цвести сирень. Саженцы посадили гости и учащиеся школы. Сегодня же для жителей поселка Ибреси состоялся торжественный плацконцерт, в котором приняли участие кадеты и школьники. В субботу же состоятся полеты сверхмалой легкой авиации, на которую могут посмотреть все желающие. Почта России выпустила марку, посвященную столетию легендарного летчика, героя Советского Союза Алексея Моресева. На почтовой марке изображен портрет Моресева на фоне взлетающего самолета. Марка издана тиражом 320 тысяч экземпляров и уже поступила в продажу. На родине легендарного летчика в городе Камышин Волгоградской области 2016 год тоже объявлен годом Алексея Моресева. Сегодня там также проходят праздничные мероприятия. С нами на связь по телефону вышел сын Моресева Виктор Алексеевич. Мероприятия Киев будут. Возложение венков, естественно, будет пролет. Но главное, что народ соберет, самое главное, будет открыть музей Моресева новый. Я передам все награды городу Камышин. Медалью «Золотая звезда». Настоящие золота, который сделан. Вот этот город Камышин, пускай люди смотрят, и они помогают людям преодолевать вот такие тяжелые моменты в жизни. Сюда приезжает хор Александрова. Краснознаменные наши. Тут много чего. Приветствую ваши. Не хочется так вам побывать, пожать руки тем людям, которые выхранят память. К другим новостям. Продолжается посевная кампания. В Цивильском районе уже засеяно более 13 тысяч гектаров или 85% от запланированного. Большое внимание уделяется введению в оборот неиспользуемых земель. В этом году необработанными могли остаться и поля у АО «Чувашский бройлер». У владельца фирмы «Экономические трудности» и ему недосева. За дело взялись ближайшие соседи. Компания ВДС, дочерняя фирма «Воддорстрой» посевную завершила еще на прошлой неделе. 3800 гектаров уже заняты, в основном зерновыми культурами. Однако на этой неделе вновь пришлось вывести технику в поле. Иначе 1200 гектаров республиканских земель, которые были в аренде у АО «Чувашский бройлер», так и остались бы пустовать. В ВДС решили, что дополнительная нагрузка им вполне по силам справится с севом и со сбором урожая. Придется купить 2-3 трактора, комбайна приобрести. И сушилку новую еще поставить, и два склада построить. На острове площади использовать. Чебоксарский район славится богатым урожаем картофеля, яблок и зернобобовых культур. На долю пашни приходится до 80% сельскохозяйственных угодий. Статистику портит синяльское сельское поселение. В деревне Ягудары вместо злаков на сельхозземлях выросли коттеджи. Нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения было выявлено в ходе анализа космоснимков. В программе мы можем посмотреть права, общие сведения на данный земельный участок, адрес, обраменение, кадастровый план, посмотреть можем границы, межевание проходило ли не проходило этот земельный участок. На пяти из девяти участков красуются двухэтажные коттеджи. Скорее всего, земли были перекуплены у бывших колхозников, которые владели земельными долями. Мы находимся сейчас на территории синяльского сельского поселения, северо-восточной деревни Ягудары. Ягудары вон там находятся. Мы здесь, на краю земельного участка. Это капитальные такие строения, жилые, нежилые, которые запрещены законом. Мы до сих пор проверили на шести участках, на шести выявили нарушение земельного законодательства. Сейчас, во время нынешнего выезда, еще на трех участках выявили нарушение. Сейчас в Росреестре готовят документы для проведения внеплановой проверки. Владельцев участков, использующих сельхоз земли не по целевому назначению, ждут штрафа от 10 тысяч рублей. Вопрос о возможном сносе построек будет решать администрация синяльского сельского поселения. На сегодняшний день выявление нецелевого использования земель стоит на особом контроле правительства республики. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. В теплое время года традиционно высока вероятность возгорания в лесах. Председатель Кабинета министров Чувашии подписал указ, согласно которому на территории республики с 22 мая устанавливается особый противопожарный режим. Требования пожарной безопасности усилены. Так, согласно указу, жителям запрещено разводить костры, готовить блюда на углях, сжигать бытовые отходы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к ним. Введено ограничение на посещение лесов. Это значит, что передвигаться по территории лесного фонда запрещено. Но разрешено ездить по дорогам общего пользования. Сотрудники Минприроды и МЧС совместно организуют работу специальных патрулей и КПП. На следующей неделе погода ожидается дождливой, однако это не отменяет указ. Напомним, штраф за нарушение для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц от 15 до 30 тысяч. Для юридических лиц от 400 до 500 тысяч. Дашкалята активно благоустраивают не только территории своих садиков, но и улицы Чебоксар. Несколько лет назад на карте столицы Чувашии появился новый сквер. Каким он будет этим летом в нашем материале. Ты тоже, так сказать, льется. Сейчас тебе тоже там подглажаем. Воспитанники Чебоксарских детских садов превратились в самых настоящих садоводов. Виолы, бархатцы, георгины. Территория около филармонии вновь заиграет яркими красками. А помогают малышам, воспитателям и родителям. Меня радует тот факт, что с прошлого года наши дети совместно со своими педагогами выезжают за пределы детского сада, выезжают на эту сказочную поляну, где они имеют очень большую возможность познакомиться с растениями, как посадить цветочек, как за ним ухаживать. Пока одни копали грядки, другие красили декоративные домики. Многие пришли целыми семьями. Мы согласились с радостью. Мы первый раз. Не прочь и в следующие годы поучаствовать. Сквер Дошкалят, так называется это место, появился в 2014 году. Каждый год он становится все лучше. Появляются новые клумбы и скульптурные композиции. Выкладываются тропинки, высаживаются деревья. Своим примером мы, взрослые, должны показать малышам, как нужно беречь, любить свой город, чтобы они с каждым годом больше и радовали нас, горожан, уютом и красотой. Конечно же, мы рады, что этот сквер Дошкалят стал любимым местом отдыха для всех наших горожан. А наши малыши почувствуют себя настоящими творцами своего города. С каждым разом желающих сделать город наряднее становится все больше. И вполне возможно, что в будущем году в Чебоксарах появится новое место для отдыха. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. Столица Чувашии вновь превратится в один большой кинозал. С 23 по 28 мая пройдет международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. В конкурсной программе заявлены и картины режиссеров из Чувашии. Кинопоказы, встречи с популярными актерами и режиссерами, круглые столы и пресс-конференции. Всего запланировано более 100 мероприятий. Фильмы будут оцениваться по трем направлениям. Игровые, этнические, региональные, документальные. На суд зрителей представят более 30 кинокартин из многих уголков России и зарубежья. Показы на благотворительной основе организуют не только в Чебоксарах, но и в других городах Чувашии. Узнать, какие же ленты покорили сердца жюри фестиваля, можно будет 28 мая. Всю подробную информацию о программе кинофестиваля можно узнать на сайте kinocap.ru. Чебоксары-арена может быть признана лучшим ледовым дворцом России. Спорткомплекс выдвинут на премию лидеры спортивной индустрии в своей номинации. Итоговый результат будет складываться на основании оценки профессионального жюри и народного голосования. Каждый житель республики может сделать вклад в победу ледового дворца Чебоксары-арена. Для этого достаточно проголосовать на сайте Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Причем с одного IP-адреса можно поддержать кандидата раз в сутки. Голосование завершится 5 июня в 10.00 по московскому времени. Это все новости на сегодня. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Субтитры создавал DimaTorzok